добрый день сегодня 22 апреля покажу вам поле ячменя где сотворил херню редкую знаете как в трассе бульба где чудак этот приплыл на плато и спрашивает шо казаки говорит вы знаете вообще что творится в украине не знаете так я вам расскажу вот я вам тоже расскажу я много лет как бы не смешиваю гербициды с другими компонентами там для опрыскивания не фунгицидами не микроудобрениями вообще ничем брызгаю гербициды отдельно фунгициды отдельно микроудобрения отдельно то есть все делю в этом году что-то на меня затмение наверно какое-то нашло что я решил поспешить и закончить все побыстрее все работы взял и смешал гербициды фунгициды хлормикват все до кучи и брызнул ячмень четверг вчера ну видел на некоторых растениях но не придал этому значения потому что вносился к думал может это ожоги отказ а сегодня это просто катастрофа надеюсь что вам видно вот такие ожоги по растениям просто ужас аж стало не по себе когда это увидел причем вот бурьян загнулся уже на четвертые сутки вот он уже завял стал подсыхать обычно бурьян после обработки у нас ну начинает гибнуть там через неделю это на четвертые сутки мало того что я это сотворил эту беду так я еще и норму расхода рабочей жидкости сделал 50 литров то есть вот с такой концентрации я это лупану отсюда я думаю вот такая вот беда ну сразу наперед чтоб не было там предположение что этот касс тут есть на этом поле участок на котором касс носился намного раньше недели за две вот и там точно такая же проблема то есть это действие гербицида его высокой концентрации фунгицида и всего прочего вот так вот это все выглядит а вчера вечером еще и получил форсунки с нормой вылива 25 литров на гектар и умудрился сегодня еще побрызгать 120 гектар пшеницы с нормой 25 литров и точно с таким же раствором как по ячменю но только фунгицид был другой вот теперь с ужасом жду четвертого дня среды или четверга что наступит раньше или вылезет проблема или день недели так что вот так вот поэтому призываю вас не повторить подобного никогда не смешивать гербициды с другими препаратами не важно какими гербициды надо вносить отдельно дабы не иметь себе проблем опять же предвижу вопросы и разговоры о том что надо было делать норму вылива рабочей жидкости 200 литров и больше скажу вам так когда были немножко другие опрыскиватели то есть была другая техника и мы брызгали именно с нормы расхода 20 200 литров я вам скажу что у нас проблема тоже была такая не такая вот ну то есть вот такого повреждения листов не было то есть кончики вот так вот подгорали сантиметр-полтора на пшенице на ячмене ну потом отходило когда если бы вдруг проходил дождик повезло то это все пусну происходило все быстрее вот поэтому мы это наблюдали там неоднократно несколько лет подряд и ничего не могли сделать и препараты были оригинальные там нет 300 литров мы не можем себе позволить лить да и думаю что мало кто можете позволить поэтому мы решили себе один раз и навсегда не смешивать гербициды с другими препаратами а вчера на меня какое-то затмение просто нашло не вчера в четверг не знаю что у меня там в голове случилось но беду вот такую вот сотворил так что будьте внимательны и не экономьте время на этом сэкономленное время такой таких потерь вряд ли будет стоить проблему просто стало видно сразу вот на краях если ну вам видно края такие белесые это было буквально видно сразу на следующий день то есть это место где он разворачивался опрыскивателем и автоматика включала ну секции если она видела что там не обработанный участок на поле автоматически подключала секцию и местами получилось перекрытие двойное там ну может быть не совсем двойной но оно было в пятницу еще было просто пятнами именно в местах разворота а сегодня это почти сплошная линия вдоль поля не знаю как это будет выглядеть завтра даже страшно заходить в общем буду посмотреть расскажу вам покажу если помните я осенью показывал небольшое видео с этого же поля где я вырывал рапс вот очередной представитель рапса который пережил все обработки гербицидные от этой обработки его завернуло ну посмотрим переживет ли он эту обработку или нет или не переживет поглядим вот 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 Продолжение следует...